Драконы Существовали ли драконы на самом деле? Драконы являются одними из самых популярных и при этом загадочных мифологических существ. Упоминания о них можно в том или ином виде встретить в сказках и легендах самых разных народов. Современная массовая культура переполнена фильмами, мультфильмами, книгами и компьютерными играми, героями которых выступают самые разные драконы, от классических сказочных до ледяных и железных. В чем же секрет их популярности и откуда появились мифы о драконах? Почему люди из разных стран в древние времена рассказывали о похожих существах? Откуда драконы появились на средневековых гербах и флагах современных государств? Быть может, все это отголоски памяти наших далеких предков и драконы когда-то на самом деле существовали? Если вам интересны другие легендарные существа, которые точно населяли Землю в далекие времена, то подписывайтесь на канал Эпоха Динозавров. Наши подписчики первыми узнают о выходе новых видео и могут поделиться своим мнением о работе создателей канала при помощи комментариев. Также зрители могут помочь нам в продвижении канала с помощью лайков. При наличии большого числа общих черт драконы из разных стран имеют свои особенности. При этом отличия не только внешние. У одних народов сказочные драконы добрые и мудрые, у других злые и кровожадные. Чтобы понять причины этих расхождений, сначала стоит разобраться, кто такие драконы и откуда могли появиться мифы о них. Слово дракон появилось в европейских языках из греческого. Исходное слово можно перевести как «видеть» или «я вижу». И только несколько сотен лет назад этим словом в Европе стали обозначать всех мифологических или сказочных ящеров разных видов. До того использовались названия, близкие по смыслу древнерусскому понятию «змей» или «змий». Есть версия, что в древних Афинах когда-то правил жестокий и бессердечный архонт с именем или прозвищем, которое было связано со словом «дракон». После него слово стало использоваться для обозначения жутких змееподобных тварей из мифов и легенд. А вот азиатские драконы в древности имели свои собственные названия и не ассоциировались со злом. Скорее, они были духами разных природных стихий – огня, воды, воздуха, ветра. По поводу происхождения мифов о драконах существует несколько версий. Наиболее популярное и, наверное, самое правдоподобное из них – это обнаружение древними людьми костей вымерших динозавров. Вполне вероятно, что наши далекие предки могли увидеть останки гигантских ящеров, вымерших миллионы лет назад. У многих из них были огромные когти и зубы, некоторые были крылатыми. Также их черепа были похожи на кости змей, ящериц или крокодилов. Поэтому поверить в существование таких чудовищ древние люди вполне могли. Затем действиями этих летающих существ могли объясняться непонятные природные явления. Извержения вулканов объяснялись огненным дыханием драконов. Бури и ураганы – пролетающими высоко в небе чудовищами. Морские штормы – действиями подводных змеев огромного размера. Менее вероятная версия звучит так. Драконы существовали на самом деле и были отдельной ветвью развития животного мира. Но находок, которые могли бы эту гипотезу подтвердить, практически не существует. Правда, в музее китайского города Аньшун выставлены останки настоящего дракона. В 1996 году, во время раскопок, были найдены кости восьмиметрового ящера, которые совпадают с некоторыми описаниями и изображениями драконов. Главный аргумент в пользу этой теории – наличие своеобразных рогов. Такие костные наросты очень характерны для изображения многих драконов, но практически не встречаются ни у одного известного науки вида динозавров. Третья популярная версия происхождения драконов выглядит совсем уж фантастической. Некоторые люди считают, что драконы были завезены с других планет, якобы пришельцы из космоса могли привезти их на Землю. Учитывая ум и высокий интеллект многих сказочных драконов, быть может, они и были представителями другой разумной расы. Как уже говорилось выше, сказания о драконах были у всех народов мира – от скандинавского полуострова до жителей Южной Америки и от Западной Европы до Японии. У многих из них драконы олицетворяли какие-то стихии и силы природы, часто разрушительные, но драконы разных народов мира имели свои местные особенности. Наверное, одни из самых древних широко известных легенд, в которых упоминаются драконы – это древнегреческие мифы. Достаточно вспомнить Лернейскую гидру, убитую Гераклом, или дракона, который охранял Золотое Руно. Гидра описывается как многоголовое змееподобное существо. Она жила в болоте возле города Лерна и похищала скот из соседних поселений. При этом в легенде говорится о ее зловонном дыхании, которым она отравляла все живое. Дракон из мифа о Золотом Руне обитал в Колхиде, то есть на территории современной Грузии. В некоторых пересказах легенды говорится о его больших размерах – о крупной голове и длинной гибкой шее. Он, как и многие сказочные драконы, охранял сокровища в виде золотой овечьей шкуры. В скандинавских сагах также упоминается большое количество разнообразных змеев. Самый известный из них – это, конечно, мировой змей Йормунганд. Он живет в океане и обладает настолько большими размерами, что полностью опоясывает землю. Древние германцы, которыми были в том числе жители скандинавского полуострова, верили, что во время конца света этот змей будет сражаться с богом Грома Тором, и они друг друга убьют. Также в скандинавских легендах упоминается дракон Нитхёк, который грызет корни мирового древа, а также поедает клятва преступников и убийц. Не стоит забывать и о другом популярном древнегерманском мифе – рассказе о Сигурде. Он был потомком бога Одина и победителем дракона Фафнира. Искупавшись в его крови, герой стал неуязвимым для оружия, а съев драконье сердце, стал понимать язык зверей и птиц. Недаром все уважающие себя правители викингов возводили свою родословную именно к Сигурду. Корабли этих морских разбойников и отважных путешественников часто украшались драконьями головами. Да и само название такого корабля – драккар – переводится как «корабль-дракон». Описания драконов встречаются и в библейских текстах. Знаменитый Левиафан часто описывается в виде гигантского морского змея. Изгнание Адама и Евы из райского сада тоже произошло по вине змея. История о святом Георгии, победившем дракона, известна очень многим. Сейчас изображение этой победы присутствует на гербе Москвы. На Руси и в соседних государствах тоже присутствуют сказания о сражениях богатырей с драконами. Достаточно вспомнить змея Горыныча, который имел чаще всего три, а то и девять, а то и двенадцать голов. В русских сказках встречаются и другие представители драконьего народа. Например, в некоторых из них знаменитый тугарин-змей предстает в образе полудракона-получеловека. Герб современной Казани тоже украшает своеобразный дракон – Зеланд. В более ранних описаниях он имел скорее птичьи черты, но со временем превратился в классического дракона. По легенде, он спит на дне озера Кабан, охраняя сокровища царицы Сьюмбике. В преданиях средневековой Европы описано огромное количество разновидностей драконов. Все они являются отрицательными персонажами, и их регулярно уничтожают благородные рыцари. Но это не помешало драконам стать частью Геральдики и попасть на гербы многих знатных семейств. Также дракон изображен на флаге Уэльса и является одним из символов этого государства. Из всего многообразия различных змеев и драконов выделяются представители Китая, Японии и других стран Юго-Восточной Азии. В легендах этих стран драконы выступают как мудрые и добрые существа. Каждый из них является представителем какой-нибудь стихии или покровителем определенной местности, да и выглядят они нестандартно для европейской традиции описания драконов. В них сочетаются черты разных животных, например, змеиное тело, голова верблюда, тигриные лапы и оленья рога. В обязательном порядке присутствуют грива и борода. В Китае дракон всегда был символом императорского дома и считался повелителем животного мира. Неизвестно, существовали ли драконы на самом деле, но не могли же древние люди в разных концах света практически одновременно выдумать похожих существ с одинаковыми функциями без особой причины. Возможно, легенды о драконах — это отголоски еще более ранних верований или свидетельства реальных встреч с похожими существами. Мы благодарим всех, кто досмотрел этот ролик до конца. В других материалах нашего канала можно узнать много интересного о более изученных наукой животных, когда-то обитавших на нашей планете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова